Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 августа. Мученик Анастасий Болгарин родился в 1774 году в Струмницкой епархии в селе Родовичах. Родители отдали его в учение оружейнику. Когда юноше было 20 лет, ему случилось побывать у своего учителя в Солуниках. Мастер захотел сбыть несколько турецких одежд без платежа таможенной пошлины. Он уговорил ученика одеться турком и выйти за город. Сборщики пошлины, хараджи, остановили его и потребовали письменного свидетельства в СКР об уплате пошлины. Юноша отвечал, что он турок. Тогда сборщики потребовали от него прочитать «Салават» — магометанскую молитву. Юноша смутился и молчал. Его повели к начальнику, который, допросив мученика, предложил ему потурчиться. Юноша отказался, его отвели к главному сборщику. Чиновник пытался сначала обольстить, затем запугать мученика. Но тот, признав свою гражданскую вину, ни за что не соглашался изменить святой вере. Сборщик подать ей дал знать об этом муфтию. Тот ответил, «У тебя в одной руке меч, в другой закон. Употребляй, что хочешь». Это значило, что по закону сборщик должен был взять с юноши пошлину. Но тогда он по суду муфтия — не последователь Магомета, вооруженный мечом. Получив такой ответ, начальник хараджа перепроводил юношу к местному муле вместе с пятью турками, которые должны были свидетельствовать, что христианин хулил в Магометову веру. На обличение свидетелей в хуле на Магомета мученик честно отвечал, что он не хулил его, но признает магометанскую в показываемую хулу за верную оценку Магомета. Его предали мучениям и приговорили к повешению. По дороге мученика продолжали уговаривать отступить от веры. Он же истерзанный и измученный упал на дороге и скончался 29 августа 1794 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok